На территории Добружского района 13 хозяйств. По сеть зерновые и зернобобовые предстоит на площади свыше 8 тысяч гектаров. Тройка лучших – Утинская, Калининская и Завидовская. На полях последнего сейчас работает вот такой гигант. Машиной управляет Александр Щученко. Тракторист с удовольствием демонстрирует возможности новой техники. Ее приобрели этой весной. Получу Кировец в этом году весной. Кировец К744, Р4, 420 лошадей. Ну, машина хорошая, конечно, мягкая, мощная, комфортная, уже больше современная. Задания можно сделать побольше на нем. На расстоянии в несколько километров поле, по которому курсирует новая сейлка. За рулем механизатор Николай Усов. Мужчина останавливает технику, выходит из кабины навстречу председателю хозяйства и нашей съемочной группе. Татьяна Белян сначала задает механизатору несколько вопросов о работе сейлки. Мы не упускаем возможности узнать, какие же преимущества у нового агрегата. Посевной агрегат позволяет, чтобы при посеве внести именно между рядками минеральное удобрение в виде фосфорных минеральных удобрений. Это мнение руководителя. Интересно, как работает цена новой машине и самим механизатором. Как вам работает цена новой техники? Хорошая техника. По целине идет, по пахатье. Ну, все условия есть. А скажите, вот то, что вы работаете теперь на этой технике, это на вашей зарплате будет как-то отражаться? Вы сможете больше сделать, ну и больше, соответственно, заработать? Конечно, да. Улучшаем и хорошо. Ну, а весьма от погоды. Погода, условия какие. Средняя заработная плата в Завидовском около 700 рублей. В этом году ее планируют повысить. Для этого есть все предпосылки. Весенние полевые работы в хозяйстве выполняют в срок. Это возможно и благодаря исправной технике и ее периодическому обновлению. Дотации на развитие хозяйства практически не выделяются. Техника приобретается за собственные средства или в лизинг. Предприятие развивается, не стоит на месте. Очень большое внимание уделяет именно закупке новой техники, а именно в виде как тракторов энергонасыщенных, также пассивных агрегатов, обрабатывающих их сельхозмашин. Если не учитывать непостоянную и порой непредсказуемую погоду, проблем с проведением полевых работ нет и в следующем пункте нашего полевого путешествия – в сельскохозяйственном производственном кооперативе «50 лет октября». Посевно тщательно готовились. По-другому здесь просто не могут. Планируемый воловой сбор зерна свыше 9,5 тысяч тонн. Это чуть больше самого лучшего результата в истории кооператива. Надой на корову – 8 250 килограммов. Во многих хозяйствах о таком показателе даже не мечтают. Прибыль – 2 миллиона рублей. Часть средств направят на дальнейшее развитие производства, часть – на благоустройство населенных пунктов и, как обязательное условие, повышение благосостояния коллектива. Кстати, сейчас средняя зарплата в кооперативе превышает 1000 рублей. Наш коллектив в настоящее время работает успешно. Люди уверены в том, что коллектив сохранится, производство будет улучшаться. Ну и, следовательно, жизненный уровень также будет. Мы работали, работаем. И коллектив будет постоянно работать в таком ритме, в таком плане. Мы работаем с задачей не разрушать, а постоянно создать. Ранние яровые, зерновые и зернобобовые культуры посеяны в регионе на большинстве площадей. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольству облсполкома. Многие районы уже завершили эти работы. Кроме того, на полях региона продолжается сев многолетних трав на пашне. В полном объеме подкормлен рапс. Почва подсев яровых культур подготовлена более чем на 150 тысячах гектаров. В этом году, напомним, погода позволила начать весенние полевые работы на три недели раньше, чем в прошлом году. Марина Джалая, Валерий Гопанько, Новости недели.